Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 18 раз нападал на мадхуру с многомиллионной армии и не только джирасанха он однажды он напал так получилось что на пиву по моему скала яваны кажется очень садим с одним предводителем явно с еще одна орды армии одновременно создали мадхуру это был очень опасная ситуация к тому же у предводителя той армии явно было очень необычный корабль летающие средства снабженные всевозможными оружиями очень опасно это ядово ядово или ядово вот это не могу сказать правильно вот и поэтому кришна их позаботился и создал для них защищенное пространство обители в океане на острове что было менее доступно вот и когда мама поет самим детям колыбель она создает в их сознании такой вот защищенный остров какая бы жизни ситуация не была сложная однажды может сложиться так что может быть от них все отвернуться может что-то произойдет что во внешнем пространстве не будут препятствующие тогда они смогут прибежать и внутри например будет без как называется темная полоса неудач и руки будут опускаться все будет плохо казаться что кругом темно и тогда такой человек сможет найти этот швед шведов випу света остром своем сознании воспоминаниях и там согреться там найти силы надежды любой матери которая вложил эту песню согреет это уже взрослого человека и такого волшебства песни вот песнями раньше лечили ты сейчас можно песнями лечить песня можно наделить силой и в духовной жизни песни играют первостепенную роль махамантру харе кришна мы поем это называется санкиртна а санкиртна исполняется желание в конечном итоге наделяет кришна прямой то есть песня передает эмоции эмоции на передает настрой автора песни харе кришна махамантра родилась сердце шимати радики и эту песню может петь любое на исполнить любое желание потому что мать радика высочайшая богиня удачи процветания и и и всех остальных наук и всего остального вот по этой причине махамантра это высшая песня высшее высшее сердце снимать радик и она в ней поет о своей встрече с кришной а йоги с одной стороны эта песня о любви с другой стороны она даст всем все чем они нуждаются потому что весь достаток вся полнота исходит из блаженства когда рады и кришна вместе также есть гай 3 гая 3 гай означает песня три строки делишься на три части гая 3 в каждой строке по 8 по 8 слогов вот и по этой причине такой размер стихов так называется гай 3 то есть есть очень много стихов в ветрах который написан в этом размере поэтому называется гай 3 иногда они немножко изменяются то может быть 23 слога 25 слогов соответственно это гай 3 имеет свое дополнительное название указывающим на это изменение почему там дополнительные слоги возникают или дополнительный слог возникает или 1 не хватает это отдельная тема явно не силен санскрит но например есть такие полуслоги как ярлова вот и а или например есть санскрите такие варианты соединение слов санги когда гласная опускается вот например слово api в соединении с окончанием другого слова таково что поправим сады это а слой api убирается получается пи и таком вы если почитать посмотрите в баги вовту же поговорить вы можете много таких вариантов найти когда слог скрыт он опускается но подразумевается есть например как слове вареньям вареньям там вот это пол слога я создает в предыдущем и вареньям вареньям и получается получается дополнительно то есть получается слог который как бы скрыт его так незаметно если прочесть строго как написано то будет 23 слога но если это участие получится 24 вот то есть песню можно вот если конкурсы проводить то песню правильно также оценивать с точки зрения ее цели какого цели на преследует ради чего она написана это вообще благоприятным для общества эта песня на блага при нанесет благоприятно или она разрушает общество в таком случае я бы эту песню на месте судей бы закрыл бы моментально пустил никуда никакие эфиры дал бы очень важное наставление этому автору этому исполнителю чтобы такие песни никогда не пел те песни которые сжигают вожделение и песни которые пробуждают безумие не безумства храбрых безумие буквально смысле шизофрении больные мозги у которых черный превращается в белое божественное злое а злое в божественного вот такие песни надо на корню ускоренять песни должны приносить добро то есть они должны созидать они должны возвышать личность они должны работать на общество и на индивидуальность такие песни писали наши а чаре и их песни самые лучшие конечно есть хорошие песни мы их знаем мне например очень нравится песня это песня моего детства многие многим она нравится это прекрасная далеко и преданный в ней может видеть другой смысл нежели может быть закладывал автор вот потому что у слов много значений и каждый может еще и свое увидеть что там особенно если это что-то талантливое то есть вышедшие из вдохновения богини сарасвати то 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 наверняка там есть другие смыслы как вчера рассказывал гопи говорят кришне одно хотят сказать одно и сарасвати складывают другой смысловых слова и кришна слышит не то что хотели сказать они хотели сказать кришна пожалуйста прими нас мы так долго стремились столько же стремились тебе пожалуйста не отказывай нам мы хотим служить тебе мы хотим танцевать с тобой танец раса а кришна услышал совершенно другую кришна сказал ты думаешь что ты покорил нас ничего подобного мы пришли осмотреть свои владения вот а ты тут стоишь и что-то нас получаешь еще ну хорошо мы примем если такой знаков дхармы шастер получаешь нас нашим мужьям нашим семьям что это наша дхарма как женщин то мы тебе скажем хорошо ты нас так получаешь значит ты знаток дхарма насти наш гуру а согласно ведом сначала почитать гуру а уж потом всех остальных поэтому мы можем остаться здесь с этой точки зрения но вообще-то мы пришли не зателем пришли проведет свои владения это нашим дать нашу вот то есть сарасвати вложила другой смысл все это песня песни удивительно и сегодня мы обратимся к одной из таких удивительных песен к пагава дитик песни кришны кришна то скажу что ничего себе лаконичная короткая песня мне 700 шок вместе 704 стиши да потому что если взять сумах абхарату а в ней 100 тысяч шок посчитайте это какой процент она занимается в этом тексте дано очень коротенько очень маленькая ее буквально кришна пропел буквально перед сам перед самой битвой вот и она она лаконично все виды содержатся в ней беда все виды все тысячи 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 четыре стиши всех четырех лет упанишат всего прочего что только существует и данта сутра все есть бога водитель в ней со вся суть вид и поэтому с этой точки зрения все эти миллионы стихов и даже больше на самом деле безграничных стихов анан тадеев поет славу кришны с начала творения никак не может завершить все это беда единая неделимая веда одну с одной стороны это его бакты его киртан киртана киртанаки бакты а с другой стороны это знание для нас и поэтому в этом смысле это знание не отлично от бакты потому что киртан его 1 знание и с другой стороны его киртан его бакте и до нас бакте потому что мы вдохновляемся тем как он прославляет кришну и можем следовать за ним прославление вторить ему вот таким образом багавадгита также обладает некачественно она музыкальная можно спеть я знаю вы можете найти в интернете все время у меня было на диске несколько вариантов исполнения багавадгиты под разную музыку классическую музыку там индусы сделали там что не полная оркестр там симпатически играет и разная музыка конечно выразил свои чувства по отношению к шимать и радики даже в багавадгите конечно он не открыт это делает но это следует с комментария нашего шиллогурада вам что еще она талантлива однозначно не очень много смыслов одна эта песня касается сознание чем многих она очень многих вдохновляет на великие подвиги она вдохновил на победу тогда когда напустил руки поэтому и конечно же это это гениальная талантливая песня вот и она полна эмоциями я помню первые прочтение багавадгиты первый может быть раз я не знаю 567 я читал перечитывал перечитывал все никак не мог понять ее я понял я я всякий разброс надежды и открывал и думал так на этот раз я пойму я надеялся на свой разум разум я пойму теперь у нее появился опыт и столько лекций прослушал столько книг прочел теперь я смогу оценить понять книгу я прочитал закрывал и понимал я так ничего не понял пока не попал на бахти шастры и не стал изучать багавадгиту от своего старшего который который представлял на моего чувства он фактически пересказывал харик отхудшила города тогда я еще не знал что он рассказал пересказывать он перед лекциями перед тем как выйти к нам на бахти шастры он сидел слушал харик отхудшила города на записях вот и вдохновленный потом пересказывал вот и на основе комментариев силовищ над чекровать акурам но я слышал богат вот это два сочетания дали мне возможность почувствовать личность кришна что он живой что он проявляет эмоции так связи багавадгити это то чего раньше не замечал что конечно же он проявляет эмоции то есть богат и поэтому то тоже песни с этой точки зрения и так поскольку сегодня вторник да мы с вами обращаемся к багавадгити на рай нам на москре тяна рам чайва народ там амдивим сарасвати мя сам татходжия мудирает прежде чем обратиться к багавадгити и шримад багавад нужно выразить почтение на районе верховному господу на рано районе риши лучшему среди людей сарасвати богини знаний я садил ее автору и так раджа гухья йога йога посредством самого сокровенного знания то есть как встретиться с кришной как ощутить его присутствие как соединиться с кришной совы же абсолютно истинной источником и причиной всего посредством самого сокровенного знания текст или стих 1 шри бхагаванувача и дам ты и дам тут гух я тамам права кшами на суеве на нам бить на насахи там я ждет вам окша сэ шубат кстати вот в этом стихе то чем говорил здесь сам где такая что а а шубат все неблагоприятное мог счастье освобождать от всего неблагоприятного вот здесь как раз такое соединение слог скрытый буквы а нету вот и так шри бхагаван сказал помните им сказал что в этой песне есть личность кришны личность кришны индивидуально сочи сильно проявляется в кругу его близких преданных его спутников и прежде всего шимать радик и и здесь на это мой намек говорит шри бхагаванувача какой бхагаван сказал тот который принадлежит и он страдает потому что мы в разлуке где он произносит на поле курукшетра и воспоминания приходит потому что здесь не встречался свою возлюбленной шимать радикой спустя сто лет разлуке они встретились во время солнечного затмения шри бхагаван говорит то есть тот бхагаван который полностью власти любящим от радики потом принадлежит ей бхагаван говорит орджуна поскольку ты не завидуешь я наделю тебя или передам тебе самое сокровенное знание которое который имеет качество чистой преданности и которая отдаривает непосредственным осознанием не дарует опыт общения со мной и которое знание такое знание освободить тебя от всех страданий материального мира вот это называется махатмя прославление когда хочешь вдохновить человека услышать тебя ты должен сказать нечто что заинтригует его за благодаря чему он захочет слушать тебя вот здесь как раз это и сделано этот прием кришна применяют он говорит арджуне почему тому стоит слушать он говорит потому что это знание является самым сокровенным самым тайным тайна-тайн он собирается арджуне раскрыть тайны-тайн то что чрезвычайно сложно постичь самому то что спрятано за семью печатями знаете раньше грамоты посылали царские грамоты тайны другому царю и чтобы не вскрыли когда тогда писали на пергамент заворачиваю трубочку и чтобы даже глазком не под смерть 3 закрепляли я видел семью печати чтобы ни с какой стороны не было возможности откупывать и посмотреть что же там написано поэтому такой есть образ за семью печатями сарасвати сарардхаваршини то есть комментарии шилы вишнадчик рак такого в этой 9 это 9 глава дарует знания об аишваре богована что такое швари я прошу раз объяснял что аишваре имеется прошу в прошлый вторник аишваре или богатство бога это прежде всего его великолепие его могущество и величие его шакте его энергии его сила водра которой его зовут ишвара отсюда и это слово аишваре аишвара это тот кто обладает вара вообще начать лучший и здесь он тоже есть от корень вар аишвар я варит пар вот и ишь ишь указывает на оплодание силой а бар означает что он лучший в этом что он тот кто наделяет всех остальных силы он изначально источник всякой силы его никто не наделял он есть начало бытия источник бытия основа бытия который делает все реальным иначе было бы просто как называется есть не принять что существует точка отсчета начала бытия то попадаем в ловушку хаоса фантасмагории безумства что нет нет причины нет причины нет начала них никто ничего не обеспечивает просто просто все имеет не имеет смысла house такое знание желанно его преданными почему потому что тогда они смогут благодаря этому знанию благоприятно выполнять свою служение ему что очень благоприятно означает исполнять его желание это те действия благоприятно для богована который соответствует его целям это очень просто если если я хочу чего-то добиться я следует ему но и мне кто-то хочет помочь но его действия меня задерживает то такие действия неблагоприятно я приеду пример собственного опыта как не надо делать мой духовный учитель вышел свободен кутира это был не помню 2001 год возможно вышел свободен кутира и направлялся он на второй этаж кешу джигуди матка города матхура чтобы рассказать харикадху преданным в алтарную комнату направлялся я решил на этот раз доказать что я его преданным ученикам всем показать какой его преданным и поэтому простерся перед ним а весь рост упал дон давать и вот и по таким образом приграть перегородила путь и духом чтобы вынужден ждать когда я завершу там все свои молитвы и все прочее и таким образом докажу свою верность и преданность но из листов какой я просто задержал духовный учитель на его пути к его цели он шел рассказать нам нечто очень важно нам шел показать бога ванна раскрыть настроение в раджа подарить внущающей любовью и тут я такой на пути между духовно желанной цели духовного учителя и преднами которые жажут это услышите получить препятствие называется неблагоприятное служение то есть попытка служить на самом деле никак не служить уже не исполняет желанием это голова ясно описывает превосходство чистой преданности вот предыдущая глава рассказывала нам о таких духовных методах где преданность доминирует но все же она смешана с методами с и методами такими как карма гьяна йога основные варианты примесей но и другие варианты бывают и так в этой же главе описывается чистая преданность шуда бхакти или кемела бхакти без примесей поэтому это знаю называется гухят гухяттама то есть тайна так самый высший тайм сравнение с кармой гьяна и йогой мы находим что бхакти высшая она превосходит эти методы седьмой восьмых главах мы мы объяснили два вида бакте почему города говорит мой потому что он не один их делает там делает еще лишь на чикар вальта кур и шилы бахтан такур и хотя не написано и не упомянуто в самом комментарии но это можно узнать из истории написания бхагавадгиты шелгурдев написал там бакалагита а свой комментарий на бхагавадгита отталкиваясь как от основы от комментария щелок бак шилы бхакти век бхарати махараджи близкого друга черупсиданти гасаи махараджи вот поэтому и еще и он поэтому говорит мы то есть вот те кто рассказывает мы это те кто рассказывает и он заодно с другой стороны но таким образом не присылает весь результат себе то есть в данном случае не нужно в слове мы видите мы николай 2 там то есть ложная гонит наоборот он таким образом говорит что я это делаю не один это делаем мы мы стараемся я и все и все очаре кроме того гурдев ни один работал над бога богатита и мы помогали работать его ученики из точки зрения может говорить мы я ищи лама дома врача ищи приманан добра бы почему потому что он взяв на себя всю тяжесть ответственности за строительство храмов за воспитание брамачари за мат организацию праздников он освободил меня от этих отдал мне свободу писать эти комментарии вот так поэтому и так мы можем рассчитывать рассчитывать по словам и хотя а здесь извиняюсь моя внимательность но то что сказал тоже правда здесь говорить с нами силович на . хотя и гурдев тоже почему что гурдев это переводил и в другой редакции если не ошибаюсь вообще-то был не саратха варшине а было баванувада то есть пересказ камин сути точки зрения настроения сути комментария здесь уже написано что это саратха варшин непосредственно сам комментарий пишешь на чеку кура и за точки зрения это тоже правда хотя но и он тоже не один он тоже опирается на предыдущий парампур на первого в том числе на первого комментатора шримад бхагава там такого как шил шидар махарач чидар слами точнее вот так принято называть махарача чидара с вами вот и на нашу группа рампур рупану гуру аргу и на всех преданных и так вот седьмой и восьмой главах мы объяснили два вида бакты продана продани бута то есть та предность которая доминирует над кармой и гьяной и кевала исключительная преданность из этих двух кевала бакты небы высшей степени могущественно я попробую вам привести из собственной жизни опять же пример он несовершенный поскольку моя жизнь совершенно все-таки для меня это был очень тогда поучительно очень поучительно очень показательным что значит когда кто-то вам бескорыстно служит бескорыстным служением а здесь речь о бескорыстном жертвела бакты это исключительное служение когда кто-то становится единственным объектом заботы и служения вот тот кто это делает обретает власть над тем под нашли кому он так делать то есть внешне видите есть слуга и есть господин есть и шай и наслаждающийся так лично есть ашрая обитель любви и уже не тот кто направляется свою любовь и заботу на кришну на вишай наслаждающийся все расписано есть бог есть слуга но природа кевала бакты исключительные предности такого что полностью покупает сердце кришны то есть кришне чувствует себя он это благородная личность высшей степени благородства и этого бы качество благородства то есть того кто умеет быть благодарным вот не существовало бы если бы не было в изначальной причине кришна изначальная причина он есть абсолютно поэтому он высшей степени такая благодарна личность и поэтому его можно так сказать также назвать благородным хотя он не рожденный но он являет лилу рождения ради блага других и в благе потому что рождается у мамы ешоды и нанда бабы причем очень необычным способом то как кришна приходит к ним его рождение что называется непорочная он сначала вошел сердце нанда махараджа и потом вошел сердце мамы ешоды или одновременно но они совершали аскезу какую они совершали врата называется два дыши врата целый год соблюдали всей к дыши махарадж а также поклонялись саду святым людям и в какой-то момент кришна вошел в сердца обоих вот так кришна проявился в лоне мамы ешоды так вот своей вот это бескорыстное любое служение кришне желание сделать его счастливым как своего сына не улюбит как своего сына не как бога как своего сына на анда и шеда полностью завоевали в сердце и поэтому делали с ним все что хотели над наряжали мыли в коровьей мочи обмазывали коровьем навозом хотя кришне то не нравилось по моей шеда крутила ему уши она грозил ему хворостиной я тебе побью кришна ты такой вор шалун накажу поставлю в угол вот он же сам олицетворенный страх и страхи перед ним дуют ветры солнца смерть собирает свою жату бог смерть ямарадж наказывает грешников в аду перед страхи перед ним и вот он боится мамы ешоды он боится хворостиной руки он плачет трет свои глазки но что ему страшно а с другой стороны чтобы вызвать течение слез из глаз чтобы еще больше за жалобить свою маму чтобы она не наказала его он скрипывает его его жрели на нашей она подрагивает таким образом хотя кришна верховный господь властелин высшего света и швара тот кто источник всей силы он лучший в этом он отделяет других этим полос находится в руках мама ешода нас не делает все что хочет я уж не говорю о гопе тем более шри мать и родители такова могущество кивала бакте а тот пример который хотел привести своей жизни однажды когда мы и это был 2001 год мы ехали в индию автобусами и поездами по земле мы ехали из мы выехали на поезде из москвы проехали всю россию ну как в ту сторону в южную сторону проехали абхазию сначала дагестан потом абхазии проехали вот потом ехали там сошли в баку с поезда пересели на машу на маршрут на такси доехали до границы с ираном пересекли пешком границы рано там сели на автобус местный там человек нам нашелся там один который знал русский язык он смотрел наше телевидение таким образом зал русский язык он нам помог найти нам нужно автобус мы доехали до тегерана на автобусе там переносовали на автобусе доехали до захи данных на границе с пакистаном городочек то мы провели несколько дней ожидая пока получим визы потом на автобусе проехали по пакистана с многочисленными проверками паспортов началась бомбежка афганистан америка начал бомбить афганистан и полиция проверялась все ли с нами в порядке они отслеживались берегли нас потом мы пересели в одном городке на поиске половин оставшуюся половина пакистана до границы с индии проехали на поезде и там нас тоже полиция поездная охраняла солдаты мысли разговаривать они были очень любознательными их интересовало кто мы таки куда мы едем вот и вот там в пакистане не помню как этот город назывался где мы остановились большой город на границе с индии с той стороны границ находится амрицар амрицар это известный город столица сикизма и в этом городе есть их святыня золотой храм который стоит посередине священного озера которых на котором на берегу которого являл свои биллы господь рама чандра и там наш городе также приезжал туда в амрицар и рассказывал наркотку амрицаре то есть и для нас этот гор тоже священник то что он священ стопами нашего города его вот и вот когда мы жили в этом городе в пакистане перед границей с индии мы остановились в одной дешевой гостинице и там один из персонала гостиницы начал за нами ухаживать он нам помогал всевозможные с билетами помог и в поезд посадил и каждому лично сделал массаж и ничего за это не просил ничего вообще но где увидели чтобы заплатили небольшую цену за гостиницу вам еще вот это все обычно когда слуги в гостиницах что-то делают там ваши чемоданы перетаскивают помогает он заселиться в комнату или какой-то заказ вас выполняет они подразумевают что вы должны дать им чаевые и они на это намекают я это в инди это сплошь и рядом а поскольку пакистан фактически части не прошу в недалеком прошу там такие же должны быть природа людей примерно такая же то есть то же самое должно быть но этот человек ничего не просил он только делал он помог нам заселиться помог нам перетащить наш чемодан у кого там тем что сделано массаж причем особый массаж который гарантировал что мы не заболеем ближайшее время вот там от малярии или еще чего-нибудь вот потом помог купить билеты на поезд посадил это на кости объяснил я чем больше он старался ничего не просит мы себя чувствовали все больше и больше мы стали укормить просадам нужно ты как-то платить вот пример то есть такой маленький на самом деле отдален на самом деле если например тот который рассказал прежде это мама еще да это жители братья байса а кришна целиком их ней полностью но что такова их любовь она ахай таки она бескорыстная они его любят не потому что он бог вот они его просто любят что он такой как он есть они вас это любят и их любовь а делает его принадлежащим им поэтому в конечном итоге получается так что вроде как слуга но получается что господин служит слугам поэтому когда джедевга сами увидел как кришна складывает свою свое оружие к стопам шимати радики свою флейту свою павлини перо и свою голову к его стопам к ее стопам еще и такие молитвы ей возносят о спасение дорогая пожалуйста от того огня разлуки который горит в моем сердце пожалуйста спаси он сначала не поверил да не может быть на что-то со мной не так пойду-ка я моюсь в ганге а потом с просветленные я смогу правильно это писать вот пришел а тому же все все что он увидел уже записано как сказал шикар золотыми буквами вот так он понял что сам кришна пришел и то что он побоялся писать конечно сам вписал в его поэзию вот такова сила кивала бахти поэтому здесь написано из этих двух кивала бахти то есть исключительно могущественно то есть чистая приносить необычайно могущественно в отличие от гьяны она не зависит от чистоты сердца чтобы чтобы следует духов такому духовному методу как диана да то есть изучать погружаться в анализ писание развивать знания нужно чтобы сердце было чистое но что если сердце нечистое она охвачена разными материальными устремлениями амбициями славы и почестей чувство наслаждения богатств как такой человек может спокойно сидеть и погружаться в шастры может объяна развития знаний это это сидеть днями днями и погружаться в шастру полностью мудрец есть мудрец и я не мудрецы вот если сердцем чисто усидеть на месте невозможно но в отличие от этого метода который так сильно зависит чистоты сердца то есть чтобы сладко метод дианы нужно такую исполнить такое условие как чистота сердца вот поэтому начале человек должен проект прежде чем приступить я не он должен пройти через ступень кармы благочестивых поступков бескорыстного просто многочестивых поступку а там он уже делится на корыстные и бескорыстные и корыстные исполняют желание но приводит к вере в то что говорится в шастрах и такой человек утверждается еще больше в благочестие то есть следу неволе бога в результате этого очищается и так проявляется постепенно бескорыстие когда действие бескорыстного чистить свое сердце от материальных желаний вот так даунсница достоин вступить на следующую ступень духовно развития соответствующий метод диана тогда тогда он проявлял снать мудрецом браманом погружающиеся в трансцендентное знание через изучение писания через учение лет вот потом будет йога следующая ступень когда он сможет погрузиться в медитации то есть то знание которое получит позволит вам полностью погрузиться в медитацию наверх на абсолютную истину и так получить свой опыт соприкосновения живой опыт сприкосновения с абсолютно если конечно не полностью проявленной а лишь в аспекте параматмы свидетеля но все же это выше чем я нам может дать я на может дать освобождение от страданий материального мира от воздействия материальной энергии йога позволяет не просто получить освобождение еще опыт восприятия а абсолютно есть на форме параматмы формы сверх души и форме свидетеля который все приводит в гармонию в этом мире вот акирла бакте чем она могущество а тем что она может раскрыть личность кришны потому что тот кто видит свидетеля не знает личность кришны он просто видит свидетелем вид что в каждом сердце есть сияющая личность которая все приводит гармонии но он этот свидетель не он будет показан будет показать и беспристрастным вторыми как кришна пристрастие кришна личность у него есть свои интересы и свои вкусы он как параматма беспристрастен а самым пристрастие он сам говорит бак ты для меня все для бак те что угодно сделать даже если поклянусь если нужно будет для бак ты я откажусь от своих лет поэтому пускай лучше клянуться мои бак ты потому что тогда ради своих бак я сделаю все чтобы клятва исполнилось в этом могу что кивала бак ты поэтому здесь написано x не чрезвычайно могу что почему потому что он иша он отжить он непобедимый но кивала бак ты побеждает его почему потому что сутки вала бак ты это шримати радика и и чувство и и любовь и и природа рода и любви кивала бак ты исходит от нее это для нее кришна исключительно ее возлюбленные больше никто это вот полностью одна направленность исключительность ее чувств верности и любви только все ее чувств только для него и нажима только им исходит от нее природа кивала бак ты чистого преднаслужения это ее природа ее любви поэтому он обладает таким могущества кришна поклоняя подчиняется этой любви когда он то ее видит и как здесь сказано очень удивительно кивала бак ты этот метод не зависит от чистоты сердца то есть если в других методах нужно пройти долгие ступени развития жизни потратить на прохождение кармы потом жизнь на прохождение гьяны жизни на поражение йоги ток кивала бак ты человек может приступить сразу же не имея нечистоты сердца не аскетичности незнания будучи бестолочь если есть милость чистых преданных если измелость богована человек может приступить предного чистого преданслужения то есть она это кивала бак это чистое предназлужение она основывается на самой себе все остальные методы карма гьяна йога они черпают свою силу из бак и там то есть там нужно немножко предности верности абсолютно есть так когда эти методы действенны вот но бак ты это и есть эта верность это предность абсолютно есть не поэтому она основывается на самой себе она то что называется сватантра то есть независимо а другие методы пара тантра а то есть они зависимы знание айсвари богована или его богатство его величие божественности необходимо чтобы совершать кивала бактин таким образом нам говорят что в этой главе мы услышим знание об айсвари богована потому что это необходимо для совершения кивала бактин в нашей линии мадурия сладость богована доминирует это важнее для того чтобы прийти криш служить кришне во врач нужно погрузиться в его мадурии сладость его качество достилу игр сладость его окружения сладость его обители сладость его имени вот но дата до этого чтобы это было что такая возможность появилась преданной смог преодолеть анаркции чтобы он смог преодолеть нечистоту сознания все препятствия материального мира бесконечных множество в том числе боги будут мешать дэвы будут мешать и в богу там есть примеры они друг махараджу мешали принцу друг мешали создавали препятствия так вот для преодоления этих препятствий для достижения необходимых условий чтобы войти в сладость богована то есть высшую форму предности ему любви вот для этого и нужно знание айсвари это для тех кто идет во врач это является временным средством вот она потом айсвари никуда не исчезнет она будет просто полностью покрыта сладости полностью шагердов говорил айсвари можно сравнить то есть его богатство величие божественность солью но когда у вас есть мешок соли и его засыпят тысячами тысячами тонн сахара вы можете высыпать в океан пресного в пресный океан мешок соли почувствует океане пресной воды мешок соли нет он там просто растворится бесследно на атомы незаметные атомы и даже меньше чем атомы на каждый губами кубический метр будет приходиться меньше атома в океане пресной воды из этого мешка соли вот так вот знания его превосходстве а его божественности его могуществе в играх во врачи просто покрытый растворено сладости я сегодня чувствую не закончили комментарии читать хотя бы абзац дочитаю до конца подробности этого то есть подробности о его богатстве его айсвари даны в девятой главе то есть мы узнаем чем он так превосходит все остальные живые числа почему он бог середине 8 изнять середине восьми глав с 6 по 13 находится судьба гавадиты и всех логических писаний всех логических книг смотрите 6 по 13 главу если вы их изучите в бога бога то вы посетите сути физического знания вот 9 10 главы из этих 13 является сутью этих средних глав то есть сути называется суть сути цар означает суть шри бога ван прославляется как а здесь шри бога ван то есть кришна прославляет тему поэтому это называется махат не прославление он пробуждает интерес к слушанию разжигает интерес читать как слушанию арджуна на соберем коржу не но а за ним всех остальные все остальные живы мы так и богом прославляет тему которую он собирается рассказать в последующих стихах три стиха в которых он открывает и первое все начинается со слова и дам и дам это означает это ту в действительность то есть этими словами он подчеркивает знание в действительности она тайна тайны она освободит тебя от сострадания материал мира дает непосредственно восприятие опыт личного восприятия у ты сможешь видеть бога то есть кто-то хочет увидеть бога должен изучать эту девятую главу бога водит им знание это благоприятно для обретения освобождения описано в втором и треть а здесь знание которое благоприятно для освобождения то есть идет к освобождению описывается во второй третий главах бога водит именуется гух ям гух я влечать тайна а гухян все тайное или сокровенное знание истины о шри бхагаване то есть а боги или бхагавата таттва которые необходимо существенно для тех кто желает достигнуть меня объяснено в 7 8 главах знание которое основополагают знание основополагающих принцип преданного служения 20 более сокровенно гух я таро вот это 7 8 главы то есть гух я гух я таро и сейчас в этой главе я объяснил знание которое единственное характеризуется чистой преданности которые самые сокровенные гух я там а и так есть три степени тайности сокровенности это гух ям то есть тайна и гух я таро более тайны и гух я там а то есть самая тайна то есть тайна тайны самой тайны это то знание которое будет объясняться здесь 9 10 главах на этом я завершая сегодня пожалуйста ваши вопросы дополнение исправления аре кришна вопросов нет хорошо конечно самом деле я бы почувствовал себя удачливым что наконец удавил стучи хочу хочу того чего хочу когда вы будете знать такие вопросы которые будут ставить меня в тупик вашим такими вопросами заставить и развиваться думать находить ответы а с другой стороны это будет означать что вы выросли не хочу чтобы вы задавали вопросы такие которые будут оставить но с другой стороны я я я я я простите меня я не тот кому может задать любой вопрос и ситуация которая здесь не всегда благоприятно потому что задать любой вопрос такая тоже такой может и поэтому вот такие вопросы которые есть сердце мучит и хочется их задать но не каждому не за это прошу прощения что так сказал себя поставил выше по этой теме то нет вопросов ну такой может быть глупый вопрос есть когда предлагаем на алтаре получается что мы же предлагаем но не всегда в одно и то же время и разные преданные предлагают получается что кришном всегда есть мы не надоедаем всегда или он индивидуально для нас чисто под наше настроение принимает какой-то такой у него бокс конечно вне времени и пространство он источник времени и пространство он может принимать сколько угодно он не ограничен есть пример из брама вимоха налилы когда кришна с друзья носить на берегу ему на и она устраивает пикник то есть я достаю свои узелки с вкусностями которыми далее мама в дорогу мамы когда готовили с какой любовью не готовились с любовью к нанда нанда не киршадо нанда не то есть кришну и какие наставления сначала угостить кришну и они этого хотят они попробуют о это вкусная кришна на со всех сторон представляете тысячи тысяч и конечно принимает такого где бы они не сидели количество центре но даже те кто сидят самом крайнем ряду вокруг кришны они видят воспринимают так что кришна сидит на прочих на против каждого также как и когда гопи танцует конечно там один но каждый год и кажется что он только с ней танцует вот так у кришны есть такая способность есть две точки зрения на это ваишвари и в мадхурии ваишвари он богован и он создает всевозможное количество экспансий как из той же и игры бромбомах налила когда господь брамаук попытался украсть его друзей телят то кришна проявил сам себе в этих образах а телят и дрюс своих друзей пастушков он принял все эти облики то есть он может одновременно быть бесконечным количеством образ он может всех нас заменить в одном гране не так раз и весь мир превратится все-все-все-все-все стал то есть он сыграть наши роли причем идеально никто если будет хотя бы один свидетель он не заметит подмены как это было с балады вам балады в будучи верховный господь сверх душой и так далее все незаметны подмен и настолько искусен кришна с этой точки зрения то объяснить с точки зрения шаре мадхурия солнце заключается в том что пишет настолько опытный танцор настолько опытный друг он бывает он может так быстро и искусно двигаться что каждому кажется что он только сниму сейчас вот так на начальном этапе для избавления то нас достаточно принять что кришна сверх душа параматмам повсюду и поэтому он может принять наши подошли не в любое время но преданный который развивает отношения с кришной учитывая то время которое сейчас сейчас он будет он будет медитировать наш так алилил и соответственно шташ так алил он будет предлагать то служение которое благоприятно сейчас медитации то которое сейчас благоприятно для кришны в какой момент был для нашей все расписано когда предлагать богу расписано утром днем вечером все расписано но джаганат принимает 52 подношения то есть там или 52 блюда то может быть количество подношений меньше на 52 блюда но в любом случае джаганат может принять любой момент он милости он есть господь этой вселенной поэтому примет подношение каждого секту это хочет что-то ему предложить таким образом найти у него защиту на типа кровительства джаганат примет в любое время днем ночью как рамачандра он тот кто дарует защиту каждому последнему последнему несчастному без как называется бесполезному нищему не было еще них не качество но если кто-то положил свою голову к его стопам произнес свое имя рамачандр примет и защитить джаганат таков джаганат господь вселенной такова его такой характер не знаю получилось мне ответить на вопрос члены пробовал надо получилось спасибо большое аре кришна дорогие преданные я благодарю вас за возможность общения с вами и за возможность погружаться в харикатху наших очаре до завтра аре кришна аре кришна